Ничего не видно и трудно дышать. Вероятно, именно с такими словами большинство киевлян сегодня вышли на улицу. В Киевской области в который раз массово горят торфяники. Огненное зрелище длится около трёх дней. Дымовая завеса охватила восемь районов, а это пять населённых пунктов. Площадь огненной стихии до 15 гектаров. Спасатели говорят, справились быстрее, если бы не сухая погода. Она затрудняет тушение. Как только они возвращаются на место работы, их встречают новые очаги возгорания. Более того, в Барышевском районе тушение сопровождалось взрывами. Языки пламени добрались до снарядов, которые лежали в земле со времён Второй мировой войны. Всего их около 150, говорят пиротехники. А пожарные успокаивают население, бояться нечего. Место возгорания под охраной. Причина традиционная – неосторожность. А вот бдительные и беспристрастные экологи добавляют ложку дёгтя в медовую речь огнеборцев. Торф в Буче горел всё лето. Временами был такой смог, что даже ближайших домов не было видно. Торфяники тлеют под землёй. А это осень, сухая и довольно тёплая. Так что тление может продолжаться всю зиму. К сожалению, государство этим не занимается. И прибавляют. Леса и поля вокруг Киева не были готовы к пожароопасному периоду. В настоящее время для ликвидации возгорания залежей торфа привлечено почти 100 пожарных. Кроме того, дымовая завеса добралась и до Черкасс. Люди жалуются. Едкий дым и резкий запах заполонили все жилые районы города. По предварительной информации, дым навеяло ветрами столицы. Впрочем, черкасские спасатели систематически проверяют торфяники и мусорную свалку под городом. Пожарные говорят, всё под контролем. Впрочем, киевляне мало в это верят. Андрей живёт в одном из районов Киева, который ближе расположен к пожарам. Мужчина жалуется. Его семья просто задыхается от дыма. Через едкий запах его девятимесячный сын постоянно капризничает. Андрей отмечает таких проблем с горящими торфяниками. Не помнит уже несколько лет. Говорит, если были, то сразу их ликвидировали. Зато в государственной службе по чрезвычайным ситуациям Киевской области говорят, дымит, палает ежегодно. Каждый год возникают торфяные пожары. На этих же местах, где есть торфяные залежи. Это, во-первых, зависит от сухой погоды, а во-вторых, от человеческой деятельности. Пока спасатели соревнуются с дымовыми торфяниками, люди продолжают рвиться едким дымом. Обидно то, что подобные задымления уже становятся нормой для жителей столицы и области.